Всем привет, друзья! Сегодня у меня Galaxy 7 H, залитый водой. Клиент принес с ремонта. Сдал его в официальный сервисный центр самсунговский. Там его разобрали, обнаружили воду внутри. Ремонтировать не стали, потому что телефон, вышедший из строя, по вине клиента, не ремонтируется ни здесь, ни в России. Я думаю, правила везде одинаковые. Итак, вот та самая метка, которую ставят у нас в сервисных центрах. Мастер приклеил её на Wi-Fi модем. Таких вот значков у меня несколько сотен уже собралось за годы работы. В сервисных центрах. Итак, что повреждено? Давайте посмотрим. Здесь видно сразу зона Wi-Fi. Подмокло. Кнопки. Разъём боковых кнопок. Включим батарею. Наверняка его пытались тыкать зарядку. Видно, да. Коррозия подразъела, конечно, компоненты. Сейчас снимем системную плату, перевернём, посмотрим, если только эта часть подмоченная. Я думаю, есть возможность включить аппарат. Насчёт Wi-Fi тут ещё неизвестно будет работать или нет. Сейчас посмотрим. Включаем все разъёмы системной платы. Разъём дисплея целый. Кнопка включения. Тоже батарея. Всё чисто. Здесь вот нижняя подсветка. Кнопка Home. Коаксиальные кабели отключаем. Нижний модуль. Так, вытащим слот СМК. Такой вот комбинированный на карту памяти и на наносимую. Смотрим. Да, здесь тоже, как видите. Вода. Опять волшебный жёлтый значок сервисного центра. Добавил свою коллекцию. Аккуратно настёгиваем камеру. Камера у нас чистая. Так, ну, здесь, с этой стороны, защитный экран. Семь ридера и карты памяти. Под мог. Я думаю, что там на контакты можно будет посмотреть. Да, микроскопом. Думаю, что они чистые. Ну и давайте отстегнём все защитные экраны системной платы. Посмотрим, что там под ними. Так. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Принесли новую работу, отвлёкся малостью. И так продолжаем. Снимаем медную заглушку. Серьёзно, она приклеена? В отличии от шестых. Смотрите продолжение в следующей серии. Тоже всё чисто. Самой главной части системной платы находится процессор. Нант. Снимаем термопасту. Системную плату сейчас будут погружать вязовые. Прилепим обратно. В принципе всё. Всё, я думаю, здесь видно, да? Только вот эта часть повреждена. Итак, помещаю ультразвуковую ванну на, думаю, 3 цикла по 4 минуты будет вполне достаточно. Потому что здесь всё чисто. Здесь тоже только для этой зоны. В принципе, можно было почистить и щёткой. Но щётка, к сожалению, не вычистит микросхемки. Под микросхемками здесь открытыми микросхемками. Wi-Fi залиты в компаунд. Вода не проникла, туда понятно. А здесь по-любому всё накипело. Итак, ставлю на паузу. Помещаю в УЗВ системную плату. И так, смотрим, что у нас здесь. Пошли последние секунды. Самое повреждённое место. За это время я разобрал батарею. Посмотрел, что у нас там с драйверами. Всё чисто. Вода не попадала. Вода любит затекать. Батарейный отсек всегда. Поэтому всегда её разбирайте, смотрите, чистите. Так же. Системную плату. Вот. Итак. В fail. Вот. Т Scarboy. Продолжение следует... 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 батарея у нас на нуле давайте ее толкнем немного зарядка пошла пробуем пробуем ну вот хорошая новость так оставляем на зарядке минут на десять проверим системную плату чтобы не нагревалось ничего сильно и после этого включим посмотрим и приступим к сборке далее 0 процентов итак друзья продолжаем минут десять прошло семь процентов может чуть больше десять пятнадцать минут вполне нормальная скорость зарядки устраивает давайте его включим восемь ждем до выпуска код к сожалению не знаем клиент клиент наверно не думал что его телефон живет когда-нибудь после сервиса официального вот вроде все работает давайте соберем антенну посмотрим прозвоним вайфай к сожалению сейчас проверить не сдастся я думаю клиент еще вернется если вдруг что будет с вайфаем телефон не греется вполне нормально стабильно работает сильных нагревов не наблюдаю так осталось застегнуть камеру поставить все антенны и модуля далее возможно опечатки мусор ставим нижнюю антенну и модуль так среднюю и верхнюю так так и а так вот и и Интересно, конечно, как попала вода, телефон вроде бы признан герметичным, вода попала либо со стороны кнопок, хотя они тоже герметизированы, либо со стороны динамика, что тоже вроде бы по рассказам невозможно, но все-таки как-то она попала, возможно, через крышку, то есть вариантов много, остается только гадать. Вот так. Вот так. Вот так. Винты на месте. Слот SIM-картера. Можно поставить, проверить, в принципе. Хотя там код не будем ставить. Включаем еще раз. Вот таким вот скотчем в сервисном центре залепили крышку. Причем это официальный сервис муниципальный, где телефон лежит по месяцам. Сейчас уже с тех пор, как. Ну а если-бук-по, что-то устойчивость. Как-то здесь-бук-по. И по-пунктам. Все. И-бук-по. Как-то направил карте. Плthy-бук-по. И-бук-поп-поп-поп-поп. Динамики в норме, антенна в норме, будем надеяться Все нормально, с Wi-Fi тоже, если нет, то с этим клиентом еще увидимся Так, друзья, это был Galaxy H7, всем спасибо за внимание, комментируйте Как видите, ремонт был несложный, вода затекла незначительно, поэтому телефон спасли В отличие от сервисного центра, который не ремонтируют, ну это, наверное, связано с законом У них, наверное, есть какие-то указания, там не трогать телефоны, которые сломаны по вине клиента То есть явные трещины, вода, соответственно Хотя данный телефон, мне кажется, на мой взгляд должен, если его выписали герметичным, то это все должно входить в гарантию Вот, если, конечно, крышка вроде оригинальная, не знаю, куда вода затекла, может быть со стороны вспышки стекла Вот, может со стороны сим-ридера, хер его знает Короче, всем спасибо за внимание, я дов, подписывайтесь, комментируйте Всем удачи в ремонте